Моя коллега из Кирсона, Александр Кирилл, приехала. Скажите, задайте, пожалуйста, о том все вопросы, но, как всегда, я не взялся с вами получу вопросы. В конце запомните, пожалуйста, вам будет очень важно ваше мнение, что вам интересует, а что вам нужно ждать. Вообще и в Фитбэке. Самозначим. Еще раз всем привет. Как вы видите, меня зовут Павла Кирчук. Я приехала из Кирсона, работаю в Кирсонском офисе «Лагар» к инженерам уже полтора года. За это время успела поработать на очень интересном проекте, на котором мы внедрили никакой процесс, как ежедневные релизы. И это действительно правда, и это действительно было. И об этом я вам сейчас расскажу. Но для начала хотела бы с вами немного познакомиться и спросить, вот, какие чувства у вас называют слово «релиз»? Скорее. Скорее. Привор. Привор, да. Ну, в общем-то, все понятно, да, вот в таком вот формате, вот так вот, выглядело это все для меня, когда я тоже пришла на работу, и мне говорят, у нас релиз, и ты не знаешь, куда бежать, что тебе делать, и за что вообще хватало, да? Но вот от такого состояния нам помогло избавиться вот от нашей практики, которую мы пришли. Эта практика называется «Кортиния с Гриньей». Для начала расскажу, что это такое, возможно, кто-нибудь не знает, кто знаком, это вообще круто. Вот. Эта практика нацелена на то, что сборка, тестирование или поставка ПО на продакшн совершается быстрее и чаще. Естественно, она основывается на такой практике, хорошо известной, это «Континьюс Интегрэйшн». Что такое «Континьюс Интегрэйшн» наверняка все знают, да? Это практика разработки программного обеспечения, которая заключается в том, что все сборки нашего проекта выполняются автоматически. И чуть ли не после каждого коммента, но это так уже, по-моему, годом. Вот как это все происходит, да, посмотрим на это все изнутри. Значит, у нас есть репозиторий, в котором хранится наш код. Девелопер выкачивает себе этот репозиторий, делает какие-то изменения, отправляет свой же код обратно в репозиторий, мы видим, да, после чего происходит процесс тестирования этого кода, который он уже изменил. Вот на этом сладке, наверное, не видно прямо в деталях, но это то, что происходит после того, как девелопер отправил свой камин. То есть он закоммитил, и начинаются все процессы, которые помогают нам улучшить качество нашего продукта. То есть у нас есть билдится наше приложение, потом прогоняется вот ряд параллельных процессов. Там джамп-файл, тестирование статического кода, библиотеки, баск данных. Вот эти все плюшки, которые идут параллельно, это зависит, ну, так не на каждом проекте. То есть девелоперы на нашем проекте безопасят себя, в первую очередь, да, от излишней работы. Они дорашивают вот эти все плюшки для того, чтобы убедиться в том, что их код действительно не сломал ничего. После того, как закончились все параллельные процессы, начинаются последовательные процессы. То есть идет валидация, потом собирается наше приложение, и непосредственно, после того, как оно собирается, распространяется на тестовом инвайрменте, да, у нас прогоняются слинием-тесты. Слинием-тесты — это тоже инвайр на каждом проекте, но это довольно-таки значимая вещь, потому что это помогает нам убедиться в том, что основные функции нашего приложения работают хорошо. Вот. Теперь, вот, наверно, неплохо кто-то слышал о том, что есть такая практика, как continuous deployment и continuous delivery. И иногда люди путают, что это такое. Но это немного разные вещи. И разница хорошо видна на этой схеме. Вот видите, вот там красный квадратик, там бизнес на ману. Вот этот вот шаг — и есть разница. То есть все идет автоматом, кроме вот этого одного шага, нормального. И этот шаг, который непосредственно делают QA-инженеры. То есть они тестируют мануально руками, просматривают все в порядке в вашем приложении. Вот. Для того, как мы перейдем на вот agile рассказ о том, как уже происходит непосредственно реализация agile методологии в нашем проекте, я говорю о том, для какого именно проекта подходит такая методология. То есть вот это вот все, оно не подойдет для старта. Если у вас нет никакого приложения, вы не сможете его видеть каждый день. Вам нечего приходить. То есть это подойдет для приложения, в котором уже есть что-то. Это веб-приложение. Допустим, у вас есть какой-то сайт. Вы хотите нарастить, на улучшить что-то. Вот веб-компайне вам это подойдет. Вы сможете доставлять вход быстро и часто. То есть у вас будет профит уже сегодня, а не завтра, там через месяц, через неделю. Почему вы перешли на такую методологию? Потому что раньше у вас было двух недельных операций. Вот сегодня заказчик придумал, что я хочу, чтобы вот эта кнопочка была синенькая, и она открывала какую-то там дополнительную форму, которая бы завлекала покупать вода. Мы говорим, да, хорошо, мы это сделаем. Но он это сказал, когда у нас уже запланирована итерация. То есть вот эта его кнопочка попадет на брод, как минимум через месяц. А он хочет, чтобы у него было же через три дня. То есть ему это не выгодно. И для того, чтобы избежать вот таких вот ситуаций, было предложено нашим заказчикам, что он хочет релизить каждый день. Естественно, вот эта методология позволила нам это сделать. То есть мы выпускаем код на продакшн каждый день. Но сразу говоришь о том, что это не значит, что каждый день мы релизим новый функционал. То есть у нас есть функционал, который разрабатывается. Он может разрабатываться месяц, неделю, два дня, а потом только попадать на продакшн. Но что же мы тогда релизим, если мы не релизим новый функционал? Но всегда есть баг-фиксы. То есть всегда есть баги, которые живут на продакшн, которые нужно фиксить. И которые фиксятся, естественно, если нет релиза нового кода, то мы релизим просто баг-фиксы, которые помогают нам улучшить качество нашего продукта, который уже живет на продакшн. Теперь расскажу поподробнее, почему я остановилась на технологии «Аджа». Ну, потому что для разработки новых функционалов как раз-таки мы используем эту методологию. В чем она заключается? Это довольно-таки хорошо известно. То, что проект развивается на маленькие итерации. И каждая итерация – это маленький такой проект, который мы ввестируем, документируем, разрабатываем. То есть нам нужно зарелизить какой-то час, сделать какую-то синенькую кнопочку, чтобы она открывала какую-то страничку. Мы сделали такой мини-проект в нашем сайте и полностью его протестировали, разработали, чтобы он работал отлично. Да? Вот таких вот мини-проектов очень много. В чем плюс этого всего? В том, что в любой момент, вообще в Месседжайл, заказчик может сказать, «Все, я не хочу больше разрабатывать». И у него будет готовая версия нашего продукта. Ну, это то, что я рассказала, что все происходит, каждая итерация идет постепенно. То есть на каждой итерации есть дизайн, тестирование, депой и все остальное. И все это изображено на этой схеме. Вот. А теперь я расскажу о том, что у нас происходит именно, когда мы разрабатываем новый функционал. То есть вот смотрите, у нас идет релиз каждый день. Мы про это пока забываем. То есть есть релиз, да, он каждый день происходит. Но помимо этого нужно же разрабатывать код какой-то, нужно же создавать какой-то функционал. Вот разработка этого функционала делается не каждый день. Для того, чтобы его разработать, нужно пройти вот эти степы. То есть получить требования из кироши. Получать требования. Анализируем. Выяснять требования. Пишет кризис. И параллельно всему этому происходит процесс разработки. То есть это все стартует в один день. Сегодня мы получили требования. Девелоперы начали разрабатывать этот функционал. После того, как функционал готов, мы переходим к тестированию. Мы тестируем. Заводим баги. Баги фиксит девелоперы. В это время у нас есть QA Automation Engineer, который разрабатывает автоматизированный тест. С помощью которых мы потом будем это все тестировать и понимать, что все у нас работает хорошо. Но тут появляется новый вопрос. Если вы ревизите каждый день, и у вас ход каждый день уходит на прот, как же вы можете скрыть этот новый функционал? Вот для того, чтобы скрыть новый функционал, была придумана такая штука, как Fitchi Top или Fitchi 2. Хорошо рассказывает о ней Маркин Павла в своей статье. Если кому интересно, можете прочитать. Просто гугли, забейте, там, куча интернет. Вот. И именно с помощью этого мы скрываем наш дом функционал. То есть вся разработка происходит в трамках. Есть трамковые environment, есть environment для тестировщиков, есть environment для автоматизаторов. Но вся разработка происходит в трамках. То есть всегда отновляется версия трамки, и у всех доступен самый последний билд, с которым они работают. Вот. Поэтому с помощью Fitchi 2 открывается вот этот новый функционал. Девелоперы перед тем, как начинать новый функционал и разработать, они делают самым верным вот этот Fitchi 2. Потом под ним они ищут этот код. А когда нам нужно включить этот код на каком-то environment, то есть доступность функционалу. Они просто его включают в коде. То есть есть enable и disable, да? Они включились вам. Код нам доступен, допустим, на одном местном environment. Только на нем мы можем протестировать всю эту фичу. И при этом у нас не теряется наша версионность. То есть если мы использовали не бранчевание, как тоже популярно сейчас, то есть выводится. Бранч какой-то под отдельную фичу. В этой бранче происходит вся разработка. Но минус в этом в том, что у вас теряется, как бы, у вас версия устаревает здесь. То есть для того, чтобы не переходить к таким моментам, да? Вот у нас была придумана вот эта вот, использована вот эта вот методология Fitchi 2. Который бы скрывал этот код и когда нам нужно его включать. Вот. И еще один момент. Этот код, естественно, когда он разрабатывается, он попадает уже на брод в выключенном виде. Потому что мы же постоянно релизим, у нас же постоянно происходят релизы. И вот этот код, который мы разрабатываем только под выключенным впечатлением, он уже выходит на брод. То есть у нас нет этих интеграционных проблем, которые возникают часто, когда разрабатывает новый функционал, он попадает на брод и все падает. Такого нет. Потому что код напротив уже живет. Когда мы его релизим, на брод этот новый функционал, мы просто включаем впечатлением, и этим у нас получается избегание многих проблем. То есть у нас уже избегаются эти интеграционные проблемы. Вот. Ну вот теперь, когда я вам рассказала, как релизиться, как происходит разработка новых функционалов, теперь расскажу, как происходит ежедневный релиз. То есть помимо того, что вот происходит вот та часть, есть вторая часть проекта. То есть именно релиз. Как это происходит? То есть у нас есть трамп, и у нас есть бранч. Каждую ложь версия трампа уходит в бранч, и этот бранч попадает на тестовом environment. На тестовом environment происходит такие проверки. То есть тестирование всего продукта автоматизированными тестами. Как это происходит? То есть есть автоматизированные тесты, которые покрывают весь основной функционал вашего приложения, и они пробегают каждый нож. Каждый нож пробегает этот сет тестов. Утром, когда приходят все на работу, да, уже всем видно, как прошли наши тесты, и если они попадали, значит, есть вероятно какая-то причина. А может быть это были рандомные падения. Для того, чтобы убедиться в том, что они действительно попадали по какой-то причине или рандомные, нам нужно их перепройти руками. То есть Q-инженеры приходят, они начинают проходить вот эти тесты, которые попадали, то есть по степам проходят руками, дабы убедиться в том, что там действительно было рандомные падения, и не попадали на какой баг. Потому что бывает такое, что действительно автотесты отлавливают довольно-таки очень весомые и критические баги, и потом приходится останавливать тесты. Но пока просто расскажу о положительном результате, когда действительно все хорошо. Мы пришли, у нас там 10 тестов упало, мы их перепрошли, все отлично. Говорим заказчику, что все хорошо, у нас все нормально, мы можем релизить. После того, как мы это сказали, наши системы продолжают процесс релиза. Они деплойт наш код на промежуточные вары. Для чего это деплойтно сделано? Ну, это такое окружение, которое очень схоже с продой. То есть на нем нет никаких штучек, которые можно подкрутить, подправить, чтобы быстрее протестировать. На нем все реально. И этот код деплойтся на этот эмбараде, на котором проводится acceptance тестирование. Что такое acceptance тестирование, наверное, все знают, да? Ну, после такого, наша QA-команда начинает acceptance тестирование. По acceptance retating, которые были предоставлены, говорили заказчикам. Если все проходит, нас все устраивает, никаких багов критических не выявлено, которые выявлены, устраивали заказчикам. Мы идем на прод. После того, как мы попали на прод, QA-команда проводит еще смог тестирование. Для того, чтобы убедиться, что все основные функции работают, там ничего не упало, никакая кнопочка виситова, все хорошо. Вот. Естественно, в acceptance тестировании и смог тестирование на ПРУДе у нас участвует автотест. Без автотеста вообще эта методология разработки была бы невозможна. Потому что для того, чтобы это реализовать, у вас должно быть покрыто автотестами 80-90% в вашем приложении. Вот. Давайте, наверное, сначала расскажу о том, что бывает, когда у нас находится критическая бага, а потом уже поговорим о том, что делает QA-команда. Ну вот бывает такое, что все хорошо, мы заявились здесь, но бывает же такое, что не все хорошо. Мы пришли утром, посмотрели наш отчет, а там написано, что у нас там 50% фейлов и все попадало. И почему? Естественно, все докапывается до истины и заводит баг, который действительно критический и с которым мы не можем пойти на то, тогда процесс останавливается. Процесс останавливается до того момента, пока этот баг не будет по фикшен. А что делать, когда баг по фикшен? Когда баг по фикшен, можно просто задеплоить новый тег с коммитом, который фиксит этот баг. Но его нужно задеплоить, опять же, на тестовый барен, прогнать на нем автотест, посмотреть, что все хорошо, снова провести акцентность тестирования и потом только отправить на продакшен, чтобы убедиться в том, что он вот этот баг, который по фикшен, не сломал ничего предыдущего. То есть, возможность релиза будет только тогда, когда мы будем уверены, что у нас все хорошо. И что вот, когда мы провели акцентность тестирования и нас все устраивает, только тогда мы можем пойти на продакшен. Бывает такое, что если бага настолько критична, что ее не могут пофиксить один день, два дня, бывает такое, да, действительно зацепили что-то очень важное, да, то тогда релиз останавливается и останавливается до тех пор, пока не будет пофикшен. Потому что раньше у нас была практика, вот в самом начале, когда мы переходили на вот эту всю методологию, у нас была практика такая, что у нас каждую ночь все равно отрезался новый врач. То есть то, что было в трампе, все равно переходило, а то, что мы не успели зарелизить, оно куда-то там вообще пропадало. Да, никак не нужно. Потом мы поняли, что так жить нельзя, нужно это дело останавливать до тех пор, пока мы не зарелизим то, что было отрезано сегодня ночью. То есть сегодня ночью у нас был, есть новый врач, его нужно зарелизить в фронт, потом только брать новую версию и релизить ее в фронт. Вот. Может, есть какие-то вопросы по этому, потом перейду дальше, чтобы потом не путаться с этим всем. Хорошо, если вопросы нет, перехожу дальше. Ну вот, когда я рассказала об этом всем, у нас складывается впечатление, что у нас все делают автотесты, QA и автомейшн, да, а что тогда делает QA инженер? Только абсолютно тестированные? Или только смог? Нет. Естественно, у нас очень много работы, и сейчас я расскажу о обязанностях, которые делает QA. Ну, во-первых, это работа с требованиями. Да, есть бизнес-аналитики, но на нашем проекте нет бизнес-аналитиков. То есть, с требованиями работаем мы сами. Когда мы получаем требования со стороны заказчика, они очень неполные, неявные. Неявно описаны то, что они хотят, или описаны так, что нужно еще подумать на сенсибире, не противоречивая не нашему проекту, да, и нашей идее всего. Вот поэтому этим занятые QA инженеры, они хорошо знают приложение, они знают все уязвимые места, и непосредственно занимаются пояснением проекта. После того, как требования выяснены, и вы примерно понимаете о том, что будет в этом функционале, да, что будет разрабатываться, что нужно будет сделать, какое тестирование нужно будет провести, насколько на это будет времени, вам нужно оценить, насколько времени на это уйдет, чтобы сказать заказчику, вот этот вот функционал мы сможем сделать там, за две недели. Но вы должны подумать о том, что в эти две недели вам нужно еще включить прогрессионные тестирования, успеть его сделать. То есть, этот планет очень важен, потому что заказчик планирует, и когда вы не успеваете, это уже хуже. И хуже для вас. Вот. Следующим вопросом идет работа с тестами документации. Ну, конечно же, пишутся тест-кейсы. Тест-кейсы – это неотъемлемая часть ежедневной работы для инженера, потому что по тест-кейсам пишутся потом автотесты. И если вы неправильно написали тест-кейс, который не соответствует применям, то вы, естественно, подвергли качеству всего вашего продукта, потому что, когда вы его написали неправильно, за вами его неправильно написал QA Automation инженер. И непосредственно он будет бегать в постоянном парке. То есть, нужно быть очень внимательным и опираться только на требования, а не на то, как вам хочется. Да? Есть требования, по которым пишутся тестовые случаи. Дальше. Тестирование, которое мы проводим. В данном случае, изработався новым функционал, естественно, автоматизированные тесты у нас не появляются сразу. Я говорила о том, что написание кейса идет параллельно с процессом разработки, а уже написание автотестов идет параллельно с процессом тестирования. То есть, когда у нас появляется новым функционалом, мы сразу проходим это все руками. То есть, и инженер просматривает это все руками, чтобы понять логику, чтобы понять, что там действительно все нормально. Потому что автотест – это машина. Он будет идти по тем степам, которые вы ему скажете. А человек уже должен не только смотреть по степам, но еще и логически мыслить, и думать, и смотреть юальную часть. Естественно, если это важно вашим проектам. После функционального тестирования, если все нормально, после того, как были по фикшен и баги, естественно, должно проводиться регрессионное тестирование, чтобы убедиться в том, что ваш функционал будет зайдет в какие-то старые, ну, старый какой-то функционал, к которому он присоединится. Если это веб-приложение, которое имеет юальную часть, но в моем случае это было именно так, юная часть была почти что на первом месте, то есть что лучше, то вы, естественно, должны проводить кросс-браузерное тестирование. И кросс-браузерное тестирование проводится в тех браузерах, которые саботятся. То есть, там было пять браузеров, значит, пять браузеров, вы должны в каждом браузере проверить функционал. Потому что бывает такое, что вот эта линочка, она работает в Chrome, а в VE она не работает. Это обязательно. Вот. И еще дело в том, что на нашем рейте было и просто платформами тестирование. То есть у нас была мобильная версия нашего приложения, и мы тестировали на мобильных платформах Android и iOS. И тут тоже было много нюансов, потому что, допустим, наши автотесты тоже были мобильные, они пробегали, но всегда есть вероятность того, что мобильный – это все-таки эмулятор, да, а мы тестировали на левых вазах. И это немного усложняет задачу, потому что на левых вазах новые мобильные напады – это у тебя на эмуляторе все хорошо. И такое бывает. То есть нужно всегда проверять себя. И, естественно, юрии-инженеры оказывают поддержку релиза. То есть каждый день это перепройти с утра за файленые тесты, это как встать и мусить. То есть ты пришел на работу, ты должен перепройти за файленые тесты, если они там есть, и обязательно. Это в первую очередь, чем бы ты ни был занят. Вот. Потому что потом нужно отписаться заказчику о том, как у нас будет сегодня релиз или не будет. После того, как у нас прошло, естественно, мы проводим ассетов с тестированием и смог тестирование. Ну, смог тестирование – это вообще вещь, которая проводится очень часто, потому что иногда нужно проводить не только на проводе, но и тесты в инвентаре. Вот. Если есть вопросы, задавайте. Да. Почему у вас тут не включено в автотесты? У нас не включено, потому что у нас все автотесты бегают в Firefox, и заказчику этого достаточно. Просто это та часть, которая легко автоматизирует. Дело в том, что ее альтой части все равно вы не заавтоматизируете. Ну, все я делаю это. Я понимаю все мнение, но вы не заавтоматизируете именно то, что вот цвет, там, какой-то кнопочки, расположение ее – это бесполезная работа, если есть мануальный тестировщик, который посмотрит, видит и скажет вам, что там все нормально. То есть в нашем проекте было так, что автоматизированные тесты бегали в Firefox, и потом было предложено прогонять их в Chrome, но это было как-то не прижилось, и все равно оставить Firefox. А еще одну секунду? Да. А интернационное тестирование вы не делаете? Это автоматизированные тесты пробегают вот там вот, когда после каждого подвода. Мы мануальные тестировщики делаем. Ну, 90% это. Ну, так же. Да. Ну, так рассчитывается на то, чтобы они как раз-таки влазили ночью, и пока я не знаю, на это рассчитывается. То есть выбирается именно из сета основное, чтобы можно было успеть его прогнать и проверить. Да. Я хочу спросить про план. Вот вы говорите, что сейчас разрабатывается у вас постоянно, то есть не готова еще где-то степичить, она идется на сервера просто с выдачным планом. Да. Вот, допустим, какой-то бизнес приходит, а я не хочу это сделать, что у вас? Ну, все. Ее не разрабатывают дальше. Он не разрабатывает, то есть код уже есть на поле. Его потом можно удалить и залить такой же. Ну, по поводу, что он его удаляет, или он остается. Просто если остается, то он по перелегу ему нет. Не-не, его удаляют. Если заказчик передовывает, это все очищается, удаляется. Если даже вот у нас есть фича, то есть и часто проходит автотестинг с помощью этого. То есть релиз какой-то функционал, он там живет напротив какое-то время, потом его эти фичи выключают, и это не составляет никакого труда. Как вот автотестинг? Ну, автотестинг привязан на фичи. То есть фичи выключили, а автотестинг... Автотесты тоже выключили. Да. И если, допустим, мы знаем, что эта фича будет жить недолго, то есть это действительно какой-то автотестинг, и там они хотят какую-то статистику только для себя собрать, то тогда не разрабатывается автоматизированный тестинг, потому что это не смысл. Еще? Да. Скажите, пожалуйста, вы не даете шестер, как там условия, если на обращающие, то есть вы не сможете сделать? Смотрите, я горжуясь о том, что у нас регрессионное тестирование, откроетесь грамм. То есть, если так есть, там могут быть пять мануальных. Окей, хорошо. Вы смотрите, у нас есть фича, вы не привыкли, да? Вы, в принципе, все там биться, и у вас, если я правильно понимаю, на регрессион, времени не остается. Как вы выдержите время так, чтобы у вас с вас и не регрессион? Либо на 9 человек? Довольно-таки, на регрессион нам нужно довольно-таки мало времени, потому что у нас все уже к этому моменту все заавтоматизировано. То есть, на регрессионное тестирование у нас может уйти, ну, пять-шесть часов, а может и ночью. То есть... Ну, есть статистика, практическая идентифика, по которой понятно, мы не можем, не можем проводить, или не можем. Ну, то есть, есть тикили, да? Мы разработали на функционал. По нему, по каждому функционалу есть статистика заведенных бабок. И видно, какие бабки были кофикшены, а какие в статусе не будут. Вот. И вы уже смотрите, если у вас критикалы ищи, да, уже все кофикшены, у вас остались какие-то минорные бабки. допустим, может быть, как только все парни, которые лучше, чем минорные бабки, вы гоняете критику. Ну, да. Которые не блочат нас. Потому что, если... Которые не блочат, ну, если там, допустим, я не знаю, ну, какая-то просто одна липочка. Вы его скипаете просто, да? Да. Ну, чтобы не затягивать время. Допустим, мы можем посмотреть это все, если нам нужно, если мы понимаем, что в этот момент у нас пройдут все наши эклотесты, только там, каких-то пятерых тестов заплоченных. А мы можем провести, если мы ограничены по времени и понимаем, что нам нужно это сделать, потому что завтра мы это будем. Давайте, может быть, вопросы в конце, я прошу прощения. Давайте дальше, да? Формат, да? Вот я расскажу о том, что делают наши QA Automation, это Selenium Team, потому что разработка их вот так, как это web application и названа Selenium, да? Вот. Естественно, они разрабатывают наши автоматизированные тесты. Потом поддерживают существующие автоматизированные тесты. Потому что, если их не поддерживают, они будут бесполезными. Их нужно постоянно поддерживать, обретить и смотреть за ним. Вот. Поддержка релиза. Есть человек, который каждый день смотрит за теми тестами, которые бегают именно вот этот сет, который бегает каждую ночь. То есть отдельно выделяется человек, который постоянно смотрит за теми тестами. И он непосредственно их поддерживает. И какие вопросы появляются непосредственно согласно релиза. И именно к этому человеку вы идете и говорите, что вот, посмотри, там что-то не так. Либо кому там, кому вам захотелось. Именно к этому человеку. Потому что он знает, он в курсе дела, и именно он сможет это идти. И, естественно, поддержка регрессионного тестирования. Точно так же есть автоматизатор, который запускает эти регрессионные тесты и фиксит их, чтобы они тоже нормально были. Потому что за всем нужно смотреть. Вот. И еще я хотела сказать, что я учитывала про тюри инженера, да, он ответственный издатель. Есть один человек, который отвечает за релиз перед заказчиком. То есть, если вы отписываетесь в чате заказчику, что у вас там что-то нашлось. Представьте, если команда из десяти человек, и каждый подписает заказчику, что у него какие-то проблемы. Ну, это будет, естественно, некрасиво и непонятно. Поэтому выделяется один человек, который отвечает за релиз, которому все пишут, что у него проблемы. И он уже пишет заказчику о том, что там, мы закончили, у нас все хорошо, у нас все плохо, что мы будем делать. Ну, в таком плане. То есть, ведет именно непосредственно координирование работы, которое распределяет команды, которые говорили, сегодня это тест и шефер компонент, завтра это тест и шефер компонент. То есть, этот человек ответственный за релиз. с QA автовышней тимой есть тоже человек, который ответственный за релиз, и он занимается именно тестами, которые бегают каждую ночь для релиза отдельно. Теперь, мы уже говорили о том, сколько нужно, чтобы было покрыто автотестами. Да, это принцип основной континьюстерина, который я вынесла для себя. что должно быть, чтобы было все нормально. То есть, процесс должен быть повторяемый и надежным, потому что, вот, часто мне говорят, зачем вы релизите, если вы не делаете релиз, если вы не релизите новый функционал. Зачем вы это делаете? Потому что, процесс должен быть повторяемым и надежным. если вы запустили машину, все, не надо ее останавливать. Потому что, когда вам нужно будет зарелизиться, вы уже не зарелизитесь. У вас вечно что-то будет падать. То есть, если вы запустили машину ежедневных релизов, значит, нужно релизиться каждый день, потому что, все настроено автоматически. Автоматически настроено нарезание каждый день ветки вашей. Прогон автотестов. Ну, еще, куча-куча там, всякой грунты, которую делают девелоперы. Вот. То есть, если у вас это все настроено, не нужно останавливать только потому, что сегодня у нас нет никакого нового функционала, давайте не будем релизить. Нет, нужно релизить. Вы релизите, в любом случае, вы релизите какие-то баг-фиксы для вашего прода. То есть, на проте тоже живут баги, это всем неизвестно. И эти баги потом фиксятся с вот этим баг-фотом, который идет без нового функционала, но он все-таки какой-то себе фикс. И, естественно, фиксит баги. Следующим, это покрытие автоматизированными тестами. Это 80-90% вашего функционала должно быть покрыто без этого вы никак не сможете. Вы просто будете не успевать все тестировать. Вот. И еще. Нужно часто проходить по изменным местам. Почему? Потому что, если вы знаете, что в этом месте вас постоянно падает, то проходите его очень часто. Потому что оно будет дальше падать, если вы на него, как говорится, махнете рукой и не будете обращать внимания. Обязательно нужно проходить именно по изменным местам. 1 или 2 и мы уже здесь. сделали вывод, что нам дешевле проверить у разработчика локально, когда он фиксит, чем потом он зальет вот этот недофикшенный тикет, и мы его будем опять заводить и опять отправлять на девелопера. Мы разработали всю такую практику, что девелопер, когда фиксит какой-то пак, он говорит в чате, да, пишет там, кто из инженера свободен может посмотреть, я вот тут по фиксит. Ну, естественно, кто-то соглашается, идет, смотрит, и они вдвоем уже на месте могут решить, что у него локально он действительно это пофиксил, или не пофиксил. Если он не пофиксил, тестировщик, естественно, ему подскажет, скажет, что вот, посмотри, ты там еще вот это вот не поправил, нужно обязательно это поправить до того, как ты сделаешь корни в депозитории, то есть ты уже зайдешь вот это все, да, что ты пофиксил. И таким образом мы дешевляем процесс и улучшаем наше качество. То есть мы предупстили того, что вот этот нервификшинг попал к нам уже в депозиторий, а наоборот таки мы его пофиксили сразу, и причем довольно быстро, гораздо даже проще как сделать. Пофиксить сначала вот у себя, и потом сделать чистенький хороший код в депозиторию. Поэтому довольно-таки много нюансов было, и этот проект был очень интересный, и ежедневные релизы там тоже сначала казались нереальными, и зачем, и мы очень сами противились сначала, потому что нам казалось, что это излишне, зачем, у нас все нормально. Но, как оказалось, потом довольно-таки уволок стало, и мы к этому как бы привыкли, нам даже понравилось. Если у нас нет лица, нам уже скучно, то есть как бы проявляется свободное время. Вот. И, в принципе, я осталась довольна. Теперь вашим вопросом. Спасибо. У меня интереса была. У меня Александр, у меня такой вопрос. Вы сказали, что вы везде каждый день, да? И у вас подписи. А какой реальный эффект у вас, если перед завтра каждый день получает ваша компания, на этот день дальше, что они подписи, и того, что вам это понравилось, и вы ведь все могут жить в умножении на самом деле. Какой-то финансовый. Ну, конечно. Это было из-за того, что заказчик получал профит сегодня. То есть вот он придумал сегодня, что вот он хочет, чтобы вот эта вот там, я не знаю там, появилась новая штучка, которую пользователь будет покупать. Она появится завтра. И он будет завтра получать заход. То есть ему это было выгодно. Значит, вы что говорили, что вы видите, где партиксы, а не много этих человек, а чем вы видите, что мы будем делать? Нет. Это не обязательно. Я объяснила, как. Смотрите, цена может разрабатываться месяц, а может быть и два дня. В зависимости от сложности. То есть, а бывает такое, что они вообще решили просто поменять бэкграунд, да, они сегодня его поменяли, а завтра он напротив. То есть у нас уже, опа, новая компейдж, там еще что-то. Понимаете? То есть он не ждет две недели. Он захотел сделать себе, чтобы у него птичка летала в рассаде. Он это сегодня сделали и делал, а завтра это напротив. То есть ему все быстро-быстро, у нас нет застоя. У нас постоянно динамически изменяется положение. Постоянно мы что-то новое релизим напротив. Ну, то есть, конечно, когда это большой проект, то есть тракт какой-то действительно важный функционал, это не один день. А когда вот такие вот мелкие штучки, да, то это в один-два дня, именно, оно уже напротив, и заказчик рад, доволен, вы доволен. Раз, два, два. Смотрите, если вы, допустим, каждый день релизите небольшие фичи, там, фиксы и тому подобное, то у вас раз, два, три, недели или неделю есть реализация большого функционала. Чем кардинально отличается план тестирования? То есть тут меньше, тут больше или одинаково просто даже тот функционал, который вы не затрагиваете при реализации ежедневной, вы все равно будете прогонять, а за весь куча. Да, мы будем весь прогонять. За ночь, смотрите, мы наработали новый функционал, мы в наш acceptance set, который бегает каждый ночью, добавили новые автоматизированные кейсы, которые вы пробили. Но и старые тоже проходят. То есть постоянно все прогоняется. Нет такого, что мы на что-то заработали. Зарушенные реакции? У нас почти все автоматизировано. Руками, конечно, смотрим. Если мы релизим вот сегодня новый огромный функционал, мы его руками просмотрим, ну, довольно-таки тщательно, чтобы все было нормально. Пожалуйста. Да. Какое сооружение у нас, сколько есть автоматизатор, как автоматизатор? Смотрите, у нас 9 ключных тестировщиков и 4 автоматизатора. Автоматизаторы справляются со своим заданием довольно-таки быстро. Клевая команда. А не так делают на нескольких машин. Я не могу сказать, сколько тоже. там машин, честно. Потому что, как бы, я не автоматизатор, да? Но у нас несколько машин довольно-таки много. То есть, вся наша, вот, рекорд, о котором я говорила, то есть, это реализовано с помощью плагина. И мы используем Jenkins на своем проекте. То есть, в Jenkins у нас пробегают все эти тесты. Вот. Пишется для web-аппликейшного поселения, для мобильного в GVMotion. Да. Да. А, прогоняется ли он еще раз? Ну, параллельно. А другой мужчина. Нет. Параллельно не прогоняются. Тесты по фазе? Тесты прогоняются, смотрите. Есть у них один такой, добавили. Ну, вот, у нас было тоже два варианта. Сначала у нас пробегали тесты за ночь один раз. Потом у нас был очень большой процент рандомных по деньгам. Мы сделали так, что они пробегали два раза за ночь. И потом сравнивали, какие тесты падали, и свели наши встатки очень таким хорошим показателем. А потом заказчик говорит, не, не хочу, чтобы они два раза бедали. Давайте сделаем один раз. Но тесты, которые падают, пусть пробегают еще раз. Мы сделали так. Я не знала, я знала, что у нас есть правила. Вы говорите, что у вас, у сотрудщиков, ответственны за один из. И, ну, шли, не нужны. Как раз, по ответственному у вас сотрудщику, который следует, что фактически получаются у вас сотрудщик, выполняющий роль, вначале, который будет этот проект. Правильно. И у вас и проект-менеджер, и юрист. Смотрите, у проект-менеджера, конечно же, есть. Но процесс вот с требованиями работы, я считаю, что это вполне нормально, что инженер работает. А по поводу того, что отвечает за релиз, он отвечает за какие команды, которые работают. То есть, вот мы проводим аксессы с тестированием. Представьте, у нас огромное приложение. И у нас 9 тестировщиков. И представьте, все побегут на один компонент, на регистрацию. Нет, он говорит, Оля, ты сегодня тестишь регистрацию, а Маша сегодня тестит payment. Понятно? И потом мы меняем эти сетасы. Потому что минус этого процесса, это вот эта рутинность. Представьте, если я каждый день буду проводить регистрацию. Как я ее буду проводить через десятки? Да никак, с закрытыми глазами. Потому что я уже все видела, но мы все одинаково. Поэтому мы меняемся. Вот сегодня этот человек проходит регистрацию, а только через неделю, там, мой человек идет регистрация. То есть, команда сама организующаяся. И важно понимать, что одно и то же проводить нельзя. То есть, мы меняемся, мы смотрим тот компонент. Вот я понимаю, что я вот на том компоненте была тысячи назад. Надо будет посмотреть. Может, там что-то новенькое есть. То есть, чтобы понять, что есть там какие-то доклады или нет. Спасибо. Да. Вот так вот, как бы, у вас есть, можно говорить, у вас, по-сайлу, а то, что будет позволено, потому что, вот, грубо говоря, кирюльц, да, общается с заказчиком. Что-то делает и... То есть, если идет, то, кустим, девелок, то завтра он будет... Смотрите. Я объясню. Просто я уж так понимаю, да. У заказчика, на стороне заказчика у нас есть тоже тембиты, девелторы. То есть, есть заказчики, есть девелторы со стороны заказчика, тембиты со стороны заказчика. И вот сегодня у них тоже есть человек, который с нами общается. То есть, он приходит там с руками девелторы, не говорит нам это, да. А есть там девелторы, которые сегодня отвечают за релизный, и он говорит нам, мы с ним общаемся, и он сегодня целый день занят только этим. И мы ему напрямую с ним общаемся по поводу релиза. Так вот, вот, в Koali он выполняет такие вот действия. Ну, P.A. можно общаться с заказчиком на верхних уровнях. Не покупок или видно? Да, теперь. Ну нет, не засуну. Я же бы не сняла. Код скрывается под фичерпла. И вот этот фит... Ну, он же как выключен. Он же выключен, фичер выключен. Мы не включаем его. Пока вы не готовы к функционалу романного тестирования, птича не включается. То есть вы начинаете разработать, вы сразу ставите этот флажок, который строит по школе, и код уже идет на проводе, да, вот он с выключением птича, он уже на проводе. Только когда вам нужно, вы можете включить в любой момент, где вам нужно. И так протестировать, и потом просто включить на провод. Подождать, да. Что у вас с тестированием безопасности и наоборот? Это тестирование проводит на стороне заказчика, и нам, да, с доступом. Так что не могу сказать вам про это поводу. Слушайте, а тем поддерживается вообще этот процесс сяй? То есть у вас есть отдельная команда, которая смотрит за этим процессом, там манеджится мера и... Ну, есть девелокеры, которые смотрят, конечно, есть и садмины, которые смотрят за серверами, то есть, ну, команды. Ну, для тех же, допустим, системно-администраторы, которые в вашей компании, они отдельно работают, как на СИ? Нет, смотрите, есть... У нас часть команды на нашей стороне, часть команды на их стороне, и вот на их стороне происходит вся эта поддержка в этом все. Они это все, как говорили, захотели, ну, вы как только могли это все время отдавать и довести до такого состояния, что там у нас стата заферильных тестов 2%, там, 30-15 кейсов вообще нет. Дальше. Дальше. Все? Последний третий бонус. Никто не хочет. Как вы проводите смоут тестирование и очищаете продукцию? На вроде смоут тестирования? На вроде мы проводим смоут тестирование, как просто неизвестированный интуизер, но у нас есть заинвестированный интуизер, да, который мы можем посмотреть, но мы не совершаем никаких там пейлингерств, еще чего-то. Просто просматриваем, что у нас как бы все странички открылись, все кнопочки нажалились. У нас есть два метода промежуточных, на которых мы можем делать все, что хотим. То есть он, например, он очень подобен пробу, то есть там нет никаких штучек, на которые можно подпрутить. Он такой же как проб, и мы на нем можем делать все. А на вроде уже у нас со временем очень много. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Спасибо большое всем. Я пришлю за день за пятницу, пришлю презентацию и видео. Вот, и мы пойдем уже в последний раз на сайте. Спасибо всем большое. До новых встреч. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.